мы с вами сегодня в эста садок и мы попробуем рассказать вам как здесь стоит ли сюда ехать что выбрать роза хутор эста садок горки город где в принципе лучше останавливаться внизу или на 960 метров где вы ближе к горам и в принципе легко можете спуститься вниз этот поселок у нас в самом низу то есть это до подъемников подъемники начинаются прямо здесь мы с вами находимся на курорте горная карусель это все что касается горная карусель горки город садок все это здесь и отсюда у нас берет начало берут начало маршруты до черной пирамиды до альпийских лугов до цирк 2 до медвежьего водопада и до водопада поликаря все эти вершины с водопадами у нас вот там наверху соответственно отсюда можно легко туда добраться давайте начнем про самое способом что такое это садок и горки город это такое совершенно новый выстроенный курорт при этом он очень интересно находится он у нас состоит из двух частей мы с вами находимся во второй части это такая абсолютно новая часть которая была построена после олимпиады при этом сам этот кусок находится даже я бы сказала зажат между рекой и дорогой при том дорога это такая достаточно большая трасса и с другой стороны трассы у нас есть вторая часть поселком в ней тоже живут и в ней тоже есть отели но она у нас все-таки постарее и выглядит немножко не так как вы видели здесь у нас прям европа а по то есть по ту сторону трассы у нас такой более стандартный поселок для горной карусели для сочи то есть есть несколько новых отелей есть достаточно много старых домов и частного сектора как я уже сказала этот кусок действительно дожат между трассой и между речкой вот речку вы видите там где уже флаги поэтому он очень узенький и гулять по нему в принципе можно только туда-сюда пару километров давайте начнем с подъемников как в принципе отсюда куда-то добраться а подъемники работают с утра до вечера вернее так сами подъемники снизу до 960 работают с 8 утра до 10 или до 11 вечера для тех кто живет здесь внизу либо живет наверху в горке города при этом подъемники на самый верх работают немножко по другому режиму они работают с 9 уже утра до 6 вечера то есть вы можете спокойно циркулировать туда-сюда когда вы живете здесь до 960 и спускаться вниз но при этом съездить на черную пирамиду или куда-то еще на какие-то экскурсионные красивые горные объекты вы можете только до 6 вечера из них вернуться вы можете тоже только до 6 вечера сейчас мы с вами видим квартир марриот у нас прям начинает наш кусок от канатной дороги это отель который состоит из двух корпусов и могу его смело рекомендовать потому что он дешевле чем 2 марриот который находится в самом конце мы сейчас дойдем с вами до него при этом он прекрасно расположен то есть вы сразу уже у подъемников вам практически никогда не надо ждать очереди потому что вы приходите на подъемники первыми и при этом он действительно дешевле сейчас мы с вами пойдем на местную никольскую улицу она у нас находится прям сразу за картьярдом сейчас она наверное не так похожа на никольскую но вечером все вот эти огоньки загораются и по факту мы попадаем на привычную мастычу никольскую улицу что здесь можно поделать как я уже сказала гулять здесь не то чтобы много где отсюда легко добраться наверх и посмотреть все что наверху а вот по низу прогуляться можно только непосредственно по самому с посадку так что у нас тут пишут проезд на велосипедах запрещен по променаду при этом вы видите проект запрещен и отсюда можно дойти до курорта роза хутор но до курорта можно найти только дойти только вдоль трассы и по мне так эта дорога не очень приятная при этом там можно идти по правой стороне и по левой и я постараюсь вам похоже рассказать как приятно дойти до роза хутор по левой части что у нас тут можно поделать и какая есть инфраструктура инфраструктура есть на любой вкус здесь есть очень много ресторанов очень много кафе именно внизу в горке городе мы увидим что всего все-таки поменьше вот ресторан например базар очень красивая терраса очень хорошо кормят очень хвалят советую потом у нас дальше есть сеть гости у них есть европейский ресторан в конце который называется гости и вот слева мы будем видеть гостидзе это грузинский ресторан тоже очень вкусно цены как московские здесь не так дорого как внизу в розах хутор поэтому в принципе на любой кошелек все можно найти еще из интересного и из инфраструктуры здесь есть и цен в котором легко можно купить какие-то спортивные вещи если вы что-то забыли или чего-то у вас не было из того что вам понадобилось например теплые вещи потому что когда здесь не солнечно здесь достаточно прохладно в тце есть спорт мастер есть кант есть перекресток то есть все на любой вкус разные распродажи и конечно здесь есть именно горнолыжные магазины типа вот quicksilver типа второго магазина который вы видите рокси здесь представлены то есть все все что касается горнолыжки естественно в каждом курорте есть по продовольственным магазинам справа в тце у нас будет перекресток большой хороший там чуть дороже чем внизу реки о реке и море но все равно цены весьма приемлемы и слева будет такой большой магазин который называется по моему агрокомплекс мы изначально думали что там будут только такие экопродукты какие-то местные что это такой мини вкус вилл при этом когда мы в него зашли мы немножко обалдели потому что это такой магазин а-ля местная азбука вкуса все очень красиво разложено а по размеру он как перекресток вот мы с вами до конца как раз дойдем по нашей никольской улице и вы можете видеть что слева мы всегда идем вдоль реки вдоль реки здесь не такой красивый маршрут как на роза хутор то есть вдоль реки здесь можно прогуляться конечно внизу посидеть на лавочке но все-таки советую идти в розу хутор чтобы прогуляться именно вдоль реки с красивым видом вот агрокомплекс как раз будет слева а перекресток будет справа по ценам как я уже сказала здесь подешевле чем наверху в горке город поэтому если например вы живете в горке город то есть повыше например корпоративном центре сбербанка или в редис в риксосе то вы можете легко спускаться сюда и кушать что-то здесь потому что добраться сюда очень легко и да здесь везде очень красивые то есть такое ощущение что вы идете по европейской деревушке по погоде когда здесь солнечно здесь очень приятно и в принципе абсолютно такой же климат как как внизу то есть даже вечером здесь двадцать пять двадцать шесть градусов и никакая теплая одежда вам точно не понадобится но когда мы приехали сюда мы здесь были неделю первые три дня был реально дождь и с дождем здесь появляется такой ветер влажность и не очень приятная погода и я ходила в кофте притом ходила в кофте даже внизу не только наверху поэтому думали что придется что-то купить но в итоге обошлись тем что было с собой важно что есть спортмастер и в нем действительно по скидкам можно купить там за тысячу за полторы тысячи рублей какую-то кофту просто чтобы себя согреть если нет каких-то специальных требований дальше справа если мы пойдем вот прям по прямой справа у нас будет большое казино если есть любители то тоже можно сходить все очень красиво выглядит абсолютно в таком же стиле здания и еще из интересного здесь есть вся инфраструктура для того чтобы развлекать детей мы вот с вами идем по улице которую мы называем никольской но давайте с вами вот нырнем вот сюда и и пройдем к парку здесь очень много инфраструктуры для занятия спортом отсюда в принципе начинают свои маршруты велосипедисты так сейчас мы с вами быстренько пройдем этот кусочек на велосипедах на горных очень многие останавливаются как раз здесь потому что подъем от отелей бесплатный не помню говорила я уже или нет всегда уточняйте в своем отеле если вы живете здесь внизу у реки или живете на 960 то обычно от отелей бесплатный проезд до 960 и обратно и вот мы с вами через такую не очень красивую парковку однако вот справа смотрите как у нас красиво идем к парку здесь есть огромный спортивный парк для занятий на любой вкус и с самого утра уже можно увидеть что деток приводят вместе с инструкторами заниматься на роликах на скейтах на различных самокатах на всем чем угодно сейчас еще достаточно рано специально вышли пораньше чтобы не было много людей но при этом уже вот кого-то можно увидеть на спортивной площадке спортивная площадка скейт-парк футбольное поле на котором два раза в день производится ну а-ля матчи занятия как это можно назвать игры вечером здесь очень много детей реально очень много для маленьких деток большие площадки то есть вот этот парк с вот этой площадью это прям место притяжения вечером всех детей курорта потому что здесь занимаются и катаются на всем просто все очень красиво горный воздух рядом шумит река здесь как вы видите очень маленькая дорога узкая в отличие от той трассы которая у нас с той стороны при этом вокруг вот все очень-очень красиво вечером все это светится ощущение что ты в деревушке очень хорошие давайте с вами пройдем тогда до конца некоторые хотят приехать и чтобы была рядом какая-то вода и можно было где покупаться это возможно здесь есть здесь прям веста садок есть отель мариотт здесь два мариота вот первый карт ярд про который мы с вами уже говорили в самом начале он подешевле в нем нет бассейна это все таки отель просто остановиться тем кто вот хочет удобно быть около подъемника хоть летом хоть зимой кто катается на велосипедах для них это самое удобное место потому что ты опять же рядом с подъемником там предусмотрены места хранения для велосипедов и прям там же рядом находится станция проката горных велосипедов где как раз все берут велосипеды кто приехал мне со своими вот наверное реку уже немножко слышно она тут здесь уже шумит мы к ней тогда не пойдем потому что меня будет просто плохо слышно а если мы пройдем вот вперед то мы увидим другой мариотт по-моему он называется мариотт сочи красная поляна не корт ярд то есть вот первый корт ярд второй просто мариотт вот просто мариотт он подороже но там есть большой спа-комплекс очень большой его очень хвалят в котором есть большой бассейн там даже несколько бассейнов и насколько я помню там есть и крытая и открытая зона крытые бассейны сейчас после карантина пока что не работают открытая зона вроде бы должна вот прям со дня на день заработать то есть там прям такой курортный отель в формате Турции где есть большой бассейн большая спа-зона сауны там можно остановиться если вы хотите покупаться и другие варианты если вы хотите покупаться это обычно выбирают как раз розу плата например отель green flow там есть очень красивый бассейн ну а-ля infinity pool и самый красивый infinity pool здесь есть в курорте газпромовском в альпике это отель поляна 1369 очень хвалят и и вот там прям вокруг горы infinity pool в горы ну и ценник там конечно соответствующий смотрите уже раннее утро но все уже гуляют не знаю как через дорогу в эста садке но наши друзья жили через дорогу им тоже очень понравилось там тоже есть отели с завтраком не знаю что там насчет скипасов вполне может быть что они там тоже есть при этом за дорогой тоже вечером происходит интересная вечерняя жизнь назовем ее так совсем другая вот ровно так же как в адлере есть кусок эмеретинки и есть кусок который в другую сторону в сторону пляжа чайки то есть в сторону пляжа чайки это как раз наша стандартная такая русская тусовка с русскими песнями с аллегровой и так далее а вот в районе эмеретинки более европезированные кафе потому что все новое не знаю насчет контингента в принципе гуляют все и там и там но действительно немножко разные заведения немножко разная атмосфера вот здесь абсолютно аналогичная ситуация в этой части курорта на этой стороне трассы у нас прям такая европейская зона при этом посмотрите везде все окружено горами очень красиво вокруг горы везде вот тут печь есть это столовая где можно покушать а на той стороне соответственно такой более наш стандартный русский колорит характерный для русских курортов есть такие заведения вдоль дороги в которых есть русские песни караоке в общем на любой вкус найдете что вам интересно и тогда последнее насчет чего расскажу здесь у нас есть рыночек такой очень приятный здесь тоже можно все купить различные сувениры вечером это все очень красиво светится мед сыр и местные продукты мороженка для детей и сладкая вата различные тир где-то повеселиться все это тут есть на такой ярмарке и затрону тему столовых здесь действительно именно внизу есть еда на любой кошелек мы например ходим кушать в столовую вот одна столовая у нас справа набережная времена года три это печь она даже попроще и подешевле и прям рядом с самим корт ярдом тоже есть столовая от хали хинкали там есть ресторан хали хинкали а чуть подальше есть столовая она прям рядом с прокатом где прокат горных велосипедов и вот в той столовой она очень маленькая но она очень вкусная там чуть подороже чем в печи при этом прям очень хорошая еда такая домашняя очень хорошо приготовленная мало масла в отличие от столовых которые у нас в адлере и в сочи там прям такая назовем это диетическая еда мы эту столовую очень любим и всю неделю ходим только туда уже на ездусь все там знаем потому что ассортимент там очень маленький еще раз 360 надеюсь что я рассказала вам все основное про наш нижний курорт эста садок в этом видео тоже сразу тогда отвечу если бы спросили меня где жить на мой взгляд если вам хочется природы и хочется быть ближе вот каким-то местам откуда можно прям начать снизу хайкинг то конечно лучше остановиться и если у вас опять же нет ограничений по бюджету лучше остановиться летом все-таки в розе хутор внизу потому что оттуда есть тропа здоровья прямо оттуда не надо идти дополнительно никуда и оттуда тоже можно подняться но на роза плата и на роза плата в отличие от горки город чуть-чуть больше инфраструктуры и подешевле все-таки различные заведения здесь в горке городе дорого мало всего и дорого при этом здесь внизу в эста садке можно остановиться бюджетнее всего летом это большой плюс и если вы соответственно уже много раз например были в розе такие люди бывают кто в розе был а вот в горке городе еще не было особенно летом то конечно по бюджету дешевле всего остановиться внизу в эста садок а дальше уже можно здесь подниматься до черной пирамиды посмотреть здесь все вокруг если вы живете внизу до 960 метров вы ездите на по скепасу бесплатно от отеля там тоже есть уже хайкинговые тропы и отсюда достаточно легко дойти до розы хутор ну а если у вас нет ограничений по бюджету и вы хотите прям природу природу то обычно все-таки рекомендуют остановиться вот в альпике в газпроме но там нет никакой инфраструктуры поэтому конечно если вы с детишками если вы хотите чтобы им было чем себя развлечь то ваш выбор скорее всего эста садок потому что вот именно для 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 детей особенно если у вас подростки уже они просто не маленькие малыши то конечно здесь самая подходящая инфраструктура и есть чем занять детишек разного возраста кто постарше надеюсь что видео было вам полезным и в следующих видео постараюсь рассказать про горки город и про роза хутор нижнюю часть всем пока а и